Привет, это начало нового Молга, и начинаем мы его на море. У нас такая погода переменчивая, сзади как дождь, а впереди как будто бы всё отлично. Что намечается? Ну да, гаун, убирать с моря. И гляньте, вот там уходите, какая красота сейчас вокруг. Какое небо разноцветнейшее. И там закат. Закат. Писано на коробке спичек, которые разжигаются с пятой попытки. Обман такой маркетинговый. Пошла на сцена моря, стою, горы, спустилась, высоченная. И теперь стою под деревом, жду, когда закончится дождь. Еба какое! У нас сегодня очень ветер на полной нереальной. Наверное, меня не слышно там в полной. В то место, где забрали Алену. Так нам знакомые сказали, что видели второго котёнка. О, где бы солнечного? Гром. Ходим, ищем, водороги зовём. У нас сегодня с Борей будет на ужин лаваш с сыром и чесноком. Это один. А второй лаваш у нас тоже самое, только ещё добавление помидор. И всё на мангале приготовлено. Ну, я уверена, что это будет вкусно. Ой, ребята, привет! Волтаю хоть с вами немножко. Боря выскочил по работе. Нужно ему там отдать какие-то замеры или что-то получить. В общем, мы уже успели покормить бездомных котов. Часть одной наших котов. Сейчас заехали по одной Боре на работе. Потом зайдём в эпицентр. Нам нужно купить уголки, так как Боря собирает кровать. Вчера в полвечера он улыбался, занимался этим. Сейчас нужны уголки, потом нужно будет зашкурить кровать и покрасить белый цвет. Вот. И мы вчера весь вечер как уехали часов шесть на дачу, так и до поздней ночи были. Я там посуду перемывала, настойку вишнёвую делала. Боря кроватью занимался. Вот. После эпицентра мы едем... Это один конец города в другой конец города. Почту Джастин. Отправляем посылку. Потом заезжаем морских котиков кормим. Потом привозим меня. Я остаюсь дома работать. Мне сегодня нужно и обновление делать на шафе. Видео смонтировать. Прописать вещи. Порядок. Позвонил телефон, сбил меня. Значит, мне нужно спланировать видео. На следующей неделе приезжает мама. Мне нужно наперёд нас снимать. Кучу всего. Дальше. Что у нас ещё? Наряд снять. Вы видите, только часть футболки. Там ещё очень красивая юбочка, джинсы. Потом. Потом, потом. Я забыла, что я потом собиралась делать. А, приготовил дедушке кабачковый пирог надо. Вот. Ну, а потом пойду на море. Буду творчеством заниматься на море. Это моя самая любимая часть дня. Я не знаю, с ней, когда мы с Борей вечером увидимся. У него большой объект. И срочный. Он будет до поздна работать. Вот. Так что. Такие дела. У меня аллергия полным ходом. У меня так вот фонтан. Я, видите, поэтому только мы не накрашены. Я так стараюсь там брови хотя бы отвести. И стрелкой, карандашом. Хоть как-то глаз выделить. А вообще не пользуюсь тональным кремом. Мне сейчас нравится состояние моей кожи. Потому что я пользуюсь Океаном. Это серия. О, вот. Фабрлик сделает заказ. Точно. Нравится мне вот эта серия Океаном. Там сыворотка для лица. Очень классная. Она у меня сейчас у Бори стоит. И вообще без тонального крема. Загорелое лицо и сыворотка. И супер себя чувствую. Поры уменьшились. В общем, мега-мега довольна. Вот. Что еще у нас по интересным нашим мероприятиям? Алена. Алена у нас уже со вторника сегодня четверг. И у меня не доходят руки ее пофотографировать. Потому что на дачу заскочили. Я быстро всех покормила. Убрала гор... Я не убрала горшок у малых. Вот. Даже не убрала горшок. Потому что меня Боря отвлекал. Давай быстрее, давай быстрее. Плюс мне там начал какой-то левый номер звонить. Оказалось, что мой сосед. То мы сверху припаивались. Там где снизу к нам припаивают. В общем, отвлекали. И вот. А еще что-то моя черная принцесса, маленькая кошечка, приболела. Значит, ест на только у меня жидкий корм. Сейчас жидкий закончился. Мы не купили паучи. И я кормила сухим. Сухой корм мы едим с ней. Это я вот сажусь над ней, глажу ее, пожалуйста, покушай. Не знаю, что с ней. Вот именно черные котята у меня все по одним симптомам. Да, черная кошечка умерла. А у этой те же самые симптомы. Стул ненормального цвета белого. Отказ от еды. Пассивность. Ну, пока хоть ест. Ту хотя бы мы насильно вообще запичкивали едой. За шприца кормили. Это ест. Но сейчас купим вкусные ей паштетики, чтобы она... Может, есть сухой корм, может, мне зубки болят. Не знаю. Вот. Как я хочу на отдых? Я вам передать не могу. Ну, я и так, в принципе, живу в море. Я могу там, да, отдохнуть. Ну, я отдыхаю по-своему, в творчестве. Я просто хочу выехать за город без телефона даже. Представляете? Я даже истории не хочу снимать ничего. Просто без телефона хотя бы на сутки. Друзьями обсуждали, что вот мы хотим в палатках поехать, куда-то отдохнуть. Ну, это, я так чувствую, велами по воде, потому что нам вырваться очень-очень сложно. Сказать Сережа наш здесь, мы можем себе позволить вырваться. Наш друг Борин крестник вообще. Это у него на даче мои коты живут. Но сейчас Сережа в Киеве уже второй месяц. Он приезжал на выходные и уехал. И тяжеловато, тяжковато. Мы только ему и можем доверить наших котов, что я знаю, что он кормит их. Там все без проблем. Коты его знают, любят. Ладно, сейчас пока Бори еще нет, он не вышел. Я смонтирую видео для инстана. Мне Боря всегда говорит, Валя, зачем ты тягаешь такую громадную сумку? И почему у тебя в сумке всегда куча всего? И тут же Боря. Ой, Валь, дай ручку. Ой, Валь, дай маску. Ой, Валь, дай таблетку. Это я забрала на стирку, к примеру, сумки с дачи. Тут у меня посылка, косметичка, маска, личка. У нас город преображается, площадь высаживают новыми деревьями. А здесь, насколько я знаю, будет какой-то необычный водопад. Не, не водопад, фонтан. Раскадный какой-то. Положен, вроде как пельце. С Борей камин. На заправке есть рыжий кот, но он сейчас не видно, его спрятался. Такой красавчик. Боря его так любит. Казалось бы, что тут такого фотографировать еду? Знаете, девочки, я начинаю восхищаться фотографами фуд и animals, потому что это очень тяжело передать. Ну, казалось бы, это бускеты, да? Как ее красиво сфоткать? Но приходите ко мне в профиль инстаграм, посмотрите. Мне кажется, у меня это получилось. И использовала вот такой реквизит для деревяшки, палочка для меда, ложка и голова аристотеля, который мне Борька подарил. Жесть, меня YouTube полностью отключил всю монетизацию на все мои видео. В очередной раз обратилась в техподдержку. Буду ждать ответа. Я сегодня по готовушке и сейчас готовлю котлеты куриные с картофелем и луком. Сейчас начинаю формировать зель. Единственное, что будет без сухариков, так как готовлю для дедушки, ему с его зубами сухари есть не самое приятное удовольствие. Овощи на окрошку, точнее окрошка уже готова, после меня лишняя сыворотка оказалась, решила добавить овощей и дарить новой сыворотке. Мокрая голова. Тут полувечернее платье, жакет. И я помогала девочке-волонтеру воровать ее животных от бывшего мура. Животности, что вот здесь. Вот здесь два красавца, Бенни и Володя. Ловочка, шучешь носом, кто тебе уже под нос подбил. Бенася, ты моя пантера. Набориного инструментера, селись пацаны, да? Красавчики мои. Бенечка. 19 августа, Пасху, я тебя снимаю вообще. Я была сегодня с паспором. Идем с мамой в церковь. Мама на наряд. Потом покажу свой наряд. Мы в храм пришли. Красинка. Глянь, какой у нас красивый вид. Церковь открывается. А сама церковь, вот. Такая величественная территория, такая ухоженная здесь. А вот там мы купаемся обычно. Конечно, тут шикарно открывается. Я немного макияж потек. Сниму себя в полный рост, покажу лук. Тут штук очень необычный, честно, как он называется. Показать вам распаковку, что купили в АТБ. Взяли фету. Ой, фета, вот. Это у нас с Филадельфия. Креветки, я не буду готовить после моря, когда мы вернемся. Тыквенный суп с креветками. Кокос взяли. Это сейчас возьму бездомным котам, да, поесть. Это барселоночка моя. Любит паштетики, точнее, не положен только паштетики. Оливки с тунца, рекомендую, отменные. И мама, как всегда, себе взяла закваску. Сниму, что сейчас в АТБ скидки на вот такие вот оливки, они по 11 гривен. И кокос по акции сейчас всего лишь 17 с копейками. Ну и купили нула. Вот такое вот детское. Но пользуемся ими мы сами. И еще одно детское. Дедушка заказал мне тройной одеколон. Сказал срочно, чтобы мы его купили. Это я купила для активной подписчицы. Две маски такие. Такая маска моя и вот такая вот маска. Себе флеш-татушки сделать взяла. Маме купили хну. Она попросила мне, я буду волосы красить. Я ее вначале где-то красила. Но не этой хной, а другой. И получилось очень круто. Ногти-то я ежевикку снирвала. Дальше. Это маме купили вот такое вот средство для кутикулы. Сейчас сфокусируемся. И сейчас в Еве акция на бижутерию. Называется 2 равно 4. То есть платите вы за 2 позиции, а вы получаете 4. Просто шикарные такие модели. Вот это вот мамыны, а эти 3 мои. Так, это резинка для волос. Ничего интересного. И я решила попробовать такую вот крем-краску для бровей цвета графит. Мороженое у нас. Это монако. И вкусное, кстати. Чизкик с 30% скидкой. Вот и бэ. Полная кастрюля. В общем, кастрюля-контейнер с арбузом. И мы уже на море. Здесь мамы всякая. Тут нашли такие штаны. Придумывал идею. Старался. И 10 кашмира. Такая вот дырочка. Рады, я назовем. Ну, а, новая с дырочкой. Это что хочу. Вот какая. 40-ой размер. Туфли по 100-1600 гривен. Это манукеан кожаные. Ну, я посмотрела. В Украине они стоят порядка 4-800. Здесь всякая-то 1600. Но они новые. А еще они тоже новые туфли. Это миннелли. Вот, 40-ой размер. Они были 119 евро заценины. Здесь тоже 1200 стоят. И шелковый платок стоит 80 гривен. Со всеми достопримечательностями в реках. А я нашла ничем не замечательный шар. Кроме того, что у него очень много вот таких вот бусин. Как раз мне для моей коллекции брошек из дельфинчиков пойдет. Я тем временем уже дома и готовлю вкуснейший грибной супчик. На воде, без какого-то бульона. Просто зажарка. Грибы, шампиньоны, картофель. Бой, болгарский перец. Может быть, еще сручковая фасоль. Плавленый сырок. И много специй. Барселоночка уже похитила морковку. И вместе с ней мы сделаем сейчас для вас распаковку, что мы купили в АТБ. Мама посоветовала мне вот такой вот безлактозный сырок. Он уже слайсами порезанный. Люблю когда-то слайсами. Никогда не нужно дополнительных никаких манипуляций делать. Взяла вот такой вот сырок. Это молэндам. И он у меня пойдет в супчик. Морковь. Кстати, в АТБ сегодня на удивление я заметила, что овощи дешевле, нежели на рынке. Вот, да-да, барселоночки на еду. Мои девочки. Это для котят с дачи. Вот несколько пакетиков. Потом, так, что у нас здесь? Это сыр сулугуни. Очень мне нравится. Я ем, вот беру прям хлеб. Сыр Филадельфия, а сверху сыр сулугуни. Ну, вот такая вот сырная я душа. Дальше. Это крем для рук на розыгрыш. Я взяла, хочу провести подарочки. Сделать в Инстаграме. Поэтому подписывайтесь ко мне в основной аккаунт АВД Валентинка. И там будет не только такой крем для рук, но еще там масочки. Подарочки очень. Так, это у нас все сыры. А вот это вот у нас корм еще для барсука. Ой, падает. Один крем. Так, Барселона, не мешай. Уже не покусала всю руку, мне накинулась какая-то агрессорша малолетняя синего цвета крем. Так, следующую сумку давайте разбирать. Что у нас здесь? Здесь у меня укроп, огурцы. Также зашли, нам посоветовали в магазин один. Там выпечка. И вот девушка готовит ее совсем немного. Вот все там в одном-двух экземплярах. Взяли вот такой бездражевой хлеб, келен и семена. Далее взяли эта мама творожную такую вот себе. Не запеканка, а слойка. Потом Коля Бяка. Это мне. И дедушке взяли два штруделя. Один штрудель с яблоком, а один штрудель вишня с шоколадом. И еще один хлеб взяли. Тоже какой-то бездражевой. Я еще не пробовала, поэтому не могу вам сказать, понравится мне или нет. Но люди отзывались очень приветливо. Мы зашли в наш любимый книжный отсек и взяли Аналя Бальзак, Озорные сказки, Януш Вишневский, Мартина, Нора Шариф, Тайны Норы, Александра Маринина, Все не так. И Мэри Пэт Келли, Ирландское сердце. Книжки там стоят от 5 до 15 гривен. У меня, кстати, уже скопилось очень много книг, которые я прочитала, которые мама прочитала. И, скорее всего, я их тоже буду в своем инстаграме раздавать, дарить, чтобы люди тоже просвещались. Еще взяли два вида вина маме домашнего. Это белое и вот это такое вот красное по 25 гривен. Здесь у нас яблочки, здесь крымский лук и строчковая фасоль. Сейчас буду гуглить какие-нибудь рецепты необычные с ней и готовить. У нас красивый закат, как обычно, я это сказала. И очень необычный цвет моря. Подружка классная. И туфельки. Филипп Харди. Я накупила целую кучу зелени. Тут и базилик, и петрушка, и укроп. А еще мы купили свежие азовские креветочки. Я сейчас буду их варить. Мы же купили в нашем теперь новом любимом магазинчике с выпечкой рогалик. Мы обе шнурки срочно понадобились. Мы купили у рыбаков такой вот контейнер для бисера. Я показывала вам мои покупки. В секонд-хенде покупаю сейчас вещи за копейки. И потом разбираю их на запчасти. А бисер складываю в такие вот упаковочки. Здесь болгарский перец. Барселоночка. Огурцы. И здесь у нас... А, вот куда ты пришла, моя звезда. Это отбивные я купила. Уже отбитое мясо. Просто сейчас кину его на сковородку, и будет дедушке такой ужин. Какая красота. Хоть бери краски в руки, рисуй картину. Еще вот красивые. Ну вот, сзади прям... Мама, тут, конечно, образ в шикарном утеплении. А мы сегодня едем в Бабах-Тарму. Поверните направо. Знали бы вы по каким дорогам мы только что ехали. Поверните направо. Горожей. А море такое разноцветное. Снимали уровень подготовки. Зонтик. Дельфинчик для купания. Дрова. Сетка. Казан. Будем готовить через плов. Там куча продуктов. Мясо. Это 15 купальников моих. 5 литров воды. Тут еще творчество. И сейчас мы быстро готовы кушать. И купаемся. Вот такой вот напиток. Я уже порезала зелень. Сейчас добавлю специи. И буду мариновать мясо. А Боря тем временем разжигает костер. С видом на море. Какое тут небо красивое. Маслый. Рукой потянись, котенок. Ты подмазываешься. Какой он огромный. Это богомол, наверное. Богомол, да. Это ж не саранча. Ты будешь с нами жить? Все? Все? Все, бежали. Сейчас, когда-то ест. Красивый. Резко лестница заканчивается. Резко лестница. Резко лестница. Сарится? Продолжение следует... Все, пока, бабах, тормоз, но мы еще приедем. Ну и какой ролик без заказа фаберлик? Здесь во всем этом благородии отсутствуют две позиции. Это нож универсальный фаберлик, как он на кухне, и он уже активно используется. Это потрясающая вещь, я рекомендую. Я буду заказывать все ножи, которые есть на фаберлике, потому что у них есть колпачки, у них классная рукоятка, они идеально режут. Я прям получаю удовольствие, когда готовлю. И отсутствует ведро на 11 литров, так как оно сейчас используется тоже по назначению. Итак, смотрите, что еще заказано. Дезодорант 24 часа. Этот у меня идет с комфортом льна. Вот это вот специальная штуковина для того, чтобы засунуть в лимон. Лимон ставится, проворачивается, и потом можно было спрыскивать рыбу, салаты. Есть в двух экземплярах. В большом формате и в маленьком. Это москитные браслеты, точнее, браслеты против москитов. Здесь 100% натуральные ингредиенты. Защита действует 72 часа. Не тестировала пока, но как-то у нас комары были нахлывом, а потом пропали. Это три средства для мамы. Она заказала себе крема для рук. Вот такой вот я пробовала, очень нравится. Вот эти вот средства были у меня в других, эти ароматы в других средствах. Вот так правильнее будет сказать. Очень понравилась карамельная груша гель для душа. То есть я уверена, что такое же впечатление произведет и крем для рук. Ну и, конечно же, рива с бергамотом тоже зайдет. Вот эти вот средства я тоже тестировала. Это бальзамы и крема для ног. Здесь охлаждение и релаксация. Здесь дезодрирующий, пролонгированный эффект и комплекс 5 в 1. А вот это у нас еще один крем питания и восстановления. И вся эта красота лежит на специальной тарелочке. Это вот для хранения плоского, допустим, нарезок, фруктовых, либо, может быть, овощных, но плоских, колбасных, рыбных. Классно, удобно ставится, крепится вот этими штуковинами к холодильнику. Полочка и не занимает много места. С мамой с ней столько дел переделали, много крутых вещей в секунде купили, а сейчас завершаем вечер на закате. Костер не наш, если что-то люди грелись, мы подошли тоже погреться, потому что холодно уже. Я готовлю вкуснейший компот с базириком, лимоном, красной смородиной и виноградом. Заливаю кипяткомку в шинтапы и жду, когда остынет. Запах потрясающий. Мы уже собираемся уходить с моря. Тут очень красивый закат в другой стороне. Это восход луны, полнолуния. И прекратился ветер. Закат вон там. Уже почти два месяца мое утро начинается вот так вот. Это моя партия котят, которые я называю зэки. Но что, они в клетке, потому что остальные коты, чтобы могли выспаться, днем я их выпускаю. Три девочки. Очень красивые они. Тут сейчас немножко вспышка работает, потому что в затемненном месте снимаю. Это Симоны дочки. Купила креветки азовской. Сейчас разделю этот пакетик. Здесь почти килограмм на порции и заморожу. Также купили щавель, дедушке сосиски взяли. Тут у нас огурцы, перец, помидоры и, в общем, много-много овощей. Мы взяли инжир. Я очень люблю крымский инжир, но это не крымский, это турецкий. А вот там чайки. Красивая. Буду прикрывать микрофон рукой. Надеюсь, что что-то будет слышно. Мы приехали в Геническ. На Арабатскую стрелку сегодня, точнее. Мы с Трощеньким счастливцем и по людей. 20 сентября. И так, ребята, смонтировала это видео. И, наверное, нужно немножко поговорить, объяснить. Потому что не всё так понятно. И, знаете, получилось много материала склеенного между собой. Как вы могли вначале заметить, у меня начались проблемы в начале этого ролика. Начались проблемы с Ютубом. У меня Ютуб полностью убрал монетизацию. Выкладывать видео без монетизации – это бесполезно. Потому что сам же Ютуб не будет их продвигать. И тем самым аналитика канала будет падать, падать и падать. И я в начале ролика говорила, что мне нужен отдых. И тут всё вместе вот так вот сложилось. Мне кажется, сама она попросила себе где-то сверху этот знак и этот отпуск. В общем, я не снимала ролики. И у меня первая реакция, когда мне Ютуб убрал монетизацию, была вообще очень такая категоричная. Я не хотела даже в руки камеру брать. Мне обидно было. Потому что причина, по которой это произошло, не из-за того, что я какие-то ролики добавляла запретного характера. Да, там какие-то там, сейчас, мне там Барселона, по-моему, что разносят в доме сейчас. Продолжим. Причина, почему Ютуб убрал монетизацию, потому что я в начале года отказалась от партнёрской программы. Потом ждала порог выплат. Потом, когда пришёл порог выплат, который можно выводить с Ютуба минимальный, я начала оформлять это всё в Аценте. И, в общем, всё сделала. И ждала письмо от главной конторы Ютуба, которая должна была писать мне пин-код. Потом начался карантин, потом то всё, пятое, десятое. В итоге письмо я не получила вовремя. И не ввела пин-код, соответственно. И поэтому из меня заблокировали. В общем, очень грубо. Сначала я хотела вообще бросить это всё, потому что неблагодарное дело, как мне показалось. Как вы уже могли понять, в этом году я ни копейки с Ютуба не имела. То есть я всё, что снимаю, монтирую, это, можно сказать, на личном желании. Но я хотя бы знала, что где-то там капает копейка. И потом, когда мне нужно будет, когда я там себе порешаю вопрос, я выведу. Тут же вообще просто на корню обрубили. И я не могу даже вывести те деньги, которые уже заработаны. В общем, очень обидно. Я начала связываться с техподдержкой, с одной. Второй мне помогли знакомые. У них парень раньше работал с Ютубом. В общем, как он мне дал понять, что у меня канал не миллионник. И поэтому Ютубу неинтересно заниматься моими проблемами. Хотя проблема, по факту, это они же её установили. Они же её придумали. Если по-нормальному всё было сделано изначально. На этом, к чему сейчас уже в 21 веке вот это вот получение письма по почте. Тем более, как ужасно работает Укрпочта, мы все знаем. Ну, имею в виду, что посылки международные. Сколько раз у меня посылки терялись, я вам передать не могу. Сколько не доходило посылок. А тут письмо какое-то. Тем более, я так понимаю, не заказное. Так, это я сказала. В общем, я взяла такой тайм-аунт. Я, кстати, снимала по привычке, но никак. Ну, как вы о влоге могли это заметить. За это время, за месяц моего отсутствия, мы были в Абахтараме, были в Геническе. Очень классно погуляли. Я старалась вот эти вот моменты запечатлять больше в Инстаграм. Да, это платформа хоть без монетизации, но такая платформа для вдохновения. И даже отдых по Абахтараме, который вы видели здесь, в Инстаграме вышел ранее. Я думаю, то же самое будет с отдыхом из Геническа, что он тоже выйдет там раньше, чем вот здесь. И здесь у меня очень мало видео в формате снято для Ютуба. И как оказалось потом, то есть я снимала, но это были форматы не для Ютуба, а для Инстаграма. Потому что уже отвыкла от этих роликов. Еще какие изменения я решила делать. Как вы могли заметить, я упорно занимаюсь сейчас развитием своего аккаунта. Шоурум Трэнди Форев аккаунта АВД Валентинка. Поэтому понедельник, среда, пятница у меня будут обновления в шоурум Трэнди Форев. В промежутках будут распродажи. Вторник, четверг, суббота, может быть и воскресенье. То есть вторник, четверг, суббота это 100%, а воскресенье, как добавочный день, будут выходить ролики на Ютуб. Если я, конечно же, порешаю этот вопрос. Если мне не удастся решить вопрос с моим каналом, вот этим вот основным, я буду создавать второй канал. Поэтому я рекомендую вам не отписываться от этого. Я в любом случае выйду на связь и скажу, что как решился этот вопрос, в положительную сторону, в мою сторону или в отрицательную сторону. Сейчас буду пытаться, еще пару дней я выделю своего терпения техподдержки Ютуба, еще попереписываюсь с ними. Потому что у нас переписка в одну сторону. Я задала вопрос, мне дали на него ответ. И я опять задаю вопрос, то есть я уточняю, и я ответ жду две недели. Вот сегодня опять то же самое повторилось. Если в течение двух дней не отвечают, я буду возвращаться в свою партнерскую программу и просить их помочь мне с этим вопросом. Да, пусть я буду платить им 30% от дохода каждый месяц, но у меня не будет этих вот головняков и не будет вот этих вот, знаете, какого-то чувства ущемленности. Но ведь я же никак никого не обижаю в своих роликах, никогда там никаких тем таких стараюсь не поднимать, каких-то, которые запретные на Ютубе. Тем не менее, я попала в какой-то бан. Вот, по новостям я вам рассказала. Плюс, как вы можете слышать и видеть, у меня аллергия. Я думала, у меня уже все проходит, уже как бы середина осени на носу, но нет. Третья волна амброзии, плюс мне добавилась еще пищевая аллергия, как оказалось, на сельдерей, на корень сельдерея. Вот, я еще за рулем ездила на прошлой неделе один раз, это, наверное, за два месяца первый был. И это как раз в этот день мне повезло выпить овощного сока, который сама же и захотела покупить. И у меня началась такая логическая реакция, что я вообще отекла, была красного цвета. Несколько дней даже камеру в руки не брала, даже для инстаграма, потому что что там снимать. Вот, сейчас еще покажу вам первыми фрагментик. Чик, чик. Только фрагментик, это маленький спойлер. Приготовлено очень много переделок, диайвай, которые я хочу показывать вам. Вообще я не могу, у меня столько вещей для секонд-хенда куплено, которые я хочу показать. Брендовые, натуральные ткани, кожа, замш, кашемир, шерсть. И вот смысл выкладывать мне сейчас видео, без монетизации, которое наберет 2000 просмотров за неделю. Но это очень обидно. Это мало, так нельзя. Я потом просто, когда решу этот вопрос, мне придется такие колоссальные манипуляции проделывать, чтобы опять охваты восстановить. Поэтому жду. Как жду он какой-то, но ужасно скучаю. Я больше стараюсь сейчас показывать в шоурум Трэнди Форево из покупок. Поэтому там и продаются вещи. Переходите туда, подписывайтесь. Там хоть небольшая часть вот этих вот моих вещей, которые находки удачные, получается мне отыскать в секонд-хенде. На сегодня я буду заканчивать, потому что уже еле-еле разговариваю. Иначе у меня нос заложен, я вдохнула, как подводник какой-то. Сегодня, я думала, это видео выгружу на канал. Но, смотрю, оно будет очень длинным. Поэтому я пока оно промонтируется еще на ноутбуке, пока загрузится на канал. Думаю, оно, как я и говорила, в график Торни к часу в субботу выйдет. Все, ребят, на этом я закругляюсь. Спасибо, что провели время со мной. Пока. Спасибо за поддержку. Всем, кто пишет в инстаграме, девочки, громадное вам. Спасибо, кто мне, вы видите, дает мне уверенность в том, что нельзя опускать руки. Нужно бороться, чтобы канал мне вернули. Все, ребята, пока.